Наши новости начинают работа в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Без крыши. Когда у знаменитого на весь мир барьериста Сергея Шубенкова появятся достойные условия для тренировок? Когда отремонтируют главные магистрали Барнаула? И есть ли отставание от графика? Смотрите в выпуске. Самое красивое. Зачем мисс Европа из Белокурихи учит китайский язык? Обесточенные котельные в Камни-на-Аби должны запустить на следующей неделе. Об этом заявили сегодня в правительстве края, которое экстренно решало вопрос о запуске тепла в городе. Власти обозначили ряд жестких мер для выведения камня из кризиса. Одна из них – повышение тарифов на тепло. Напомним, в Камни-на-Аби введен режим ЧАЭС в связи с тем, что город не готов к отопительному сезону. Совокупный долг перед энергетиками составляет 26 миллионов рублей. Из 35 котельных – 3 обесточены. И не сформирован необходимый запас топлива. Для выхода из проблем власти края и Камни договорились о том, что отвечать за теплоснабжение этой зимой будет не вновь создаваемый МУП, а прежнее предприятие – Каменские теплосети. Оно находится на грани банкротства. Чтобы вывести организацию в безубыточное состояние, решено поднять тариф на тепло. На сегодня составляет 1847 рублей, а планировано повышение тарифа до 2900. Мы понимаем ту ситуацию, при которой сегодня люди могут возмутиться и быть недовольны данной ситуацией. Но мы с районными депутатами рассмотрели вопрос и приняли решение о том, что с районного бюджета разница в тарифе будет возмещаться жителям Каменского района. Еще одна достигнутая договоренность – рассрочка на погашение долгов перед энергетиками сроком на 5 лет. Предполагается, что власти города будут ежедневно перечислять ресурсоснабжающим организациям определенную сумму. И уже на следующей неделе должны заработать в полном режиме три обесточенные котельные города. Отопительный сезон в Камни-Наби официально начнется 2 октября. Уже готовят соответствующее постановление. Тепло будут подавать постепенно. Сначала в социальные учреждения, а затем и в жилые дома города. А на капитальный ремонт котельных в райцентре Баева из бюджета региона выделили 3 миллиона рублей. Как сообщает официальный сайт правительства края, котельные будут отапливать детский сад, детскую школу искусств и другие социальные объекты. Специалисты Барнаульского предприятия, которое выиграло тендер на проведение ремонта, приступили к работе. Уже проложена траншея, соединяющая две котельные. В котельный садик разобрана старая крыша, новая кровля будет изготовлена из металлопрофиля. Ну а далее подвезут трубы, арматуру и начнется монтаж котлов. При этом рабочие обещают, что ремонт никак не повлияет на подачу отопления на время ремонта. В детском саду будет тепло и завершить все работы планируют до ноября. Ну а вот успеют ли дорожные службы закончить ремонт за два дня? В Барнауле по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» не завершены работы на семи улицах. Срок, который определили в региональном Минстройтрансе – 1 октября. Сегодня специалисты министерства рассказали, что сделано за этот сезон и успевают ли закончить вовремя. С подробностями Валентина Аскерова. Почти 120 километров отремонтировано этим летом по проекту «Безопасные и качественные дороги». Из краевого федерального бюджета на эти цели направлено свыше полутора миллиардов рублей. На сегодня, скажем так, завершены практически все работы. Уложено более 1 миллион 230 тонн асфальта, квадратных метров асфальтобетона, 11 светофорных объектов, 8 камер фото-видеофиксации. Всего в этом сезоне должны были отремонтировать 44 объекта. Пока в полной готовности только 37. На Валтайске и на пяти участках рейвовых дорог работы завершены полностью. А вот на дорогах Барнаула еще около 10 недоделок. Сейчас на завершающей стадии ремонта 7 магистралей Барнаула. Среди них проспект Социалистический, улица Полярная, Максима Горького и ряд других. В Комитете по дорожному хозяйству нас заверили, что все работы будут завершены в срок к 1 октября. Эксперты также пояснили, что никакого отставания от графика нет. Двух дней вполне достаточно, чтобы завершить все дорожные работы. Тем более погода благоволит. Но некоторые горожане сомневаются, что дорожная служба успеет в срок. В этом году действительно стали меньше попадать в яму. Обещают завершить до 1 октября все работы в Барнауле. Как вы думаете, успеют? Не уверен. Как думаете, успеют? Навряд ли. Думаете? Нет. А почему так думаете? Ну, я думаю, что они где-то еще делают дороги. В Минстро и Трансе регионы сегодня также заявили, что проект безопасной и качественной дороги продолжится и в следующем году. Пока не ясно, сколько объектов в него войдет. Но уже точно известно, что помимо барнаульской агломерации к проекту подключится Бийск и Рубцовск. Причем дороги Наукограда будут отремонтированы за счет федеральных средств. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости. Следственное управление края не выявило нарушений в ошибочной облаве на частный дом в Барнауле. В августе в ходе операции правоохранители разбили окно, напугав семью. Хозяйка дома повредила осколками руку, а ее маленькая дочь до сих пор боится спать. По версии следователей, правоохранители действовали в рамках полномочий и облаву проводили по судебному решению. Поэтому претензий к их работе у ведомства нет. Наказания они не понесут, уголовное дело возбуждено не будет. Но следователи продолжат проверку, чтобы узнать, как в доме семьи оказался прописан правонарушитель, которого и искали полицейские. Следует отметить, что материалы проверки в части внесения сотрудниками УФМС России по Алтайскому краю сведения о регистрации лица, указанного в постановлении об обыске по адресу проживания женщины и ее семьи, подлежат выделению в отдельное производство и, соответственно, будет дана отдельная юридическая оценка. Напомним, после ошибочной облавы хозяйки дома Инги Волжениной и ее маленькой дочери пришлось пройти курс реабилитации. Кроме психологического вреда, женщина получила, как она говорит, и физически. На порезанную руку наложили швы. Она намерена добиваться наказания виновных. Здание, в котором тренируется российский спортсмен Сергей Шубенков, начали ремонтировать. Там долгое время протекала крыша, а затем начала разрушаться одна из стен. Как стало известно корреспондентам наших новостей, работы должны быть завершены до Нового года. Именно здесь известный барьерист планирует продолжить подготовку к Олимпийским играм в Токио. Кирилл Политов о масштабной реконструкции. Ну вот, слава богу, лед тронулся. И глазу приятно. Взяли старт. Впереди трудная полоса препятствий под общим названием «Ремонт Тира» училища Олимпийского резерва, который делят биатлонисты и легкоатлеты. Этапов будет несколько. Основной – укрепление одной из стен здания. Как оно? Не хочется по маленькому? Да и слава богу. Какое рассылось в него? Да, понятно, понятно. Да, вот, возьми сюда. Именно в этом зале заслуженный тренер страны Сергей Клевцов вместе с учениками проводит основные занятия. Систему подготовки выстраивал здесь годами. Главное удалось совместить сразу два объекта – дорожку необходимой длины и тренажеры. Это позволяет выполнять элементы, которые в других условиях просто невозможны. Это помещение для Клевцова, основа, база и плацдарм. Этот объект там просто необходим. Он нам необходим в силу того, что другого такого объекта у нас нет. И взамен другого объекта у нас такого, не именно этого, нет. Вот, поэтому я сейчас и говорю, что, ну да, через термин к звездам, да, там, перас, пера, даст, а удалось в эту ситуацию как развернуться точно сюда наоборот. За все время сооружения ни разу капитально не ремонтировали. В итоге прорвало крышу тазики, ведра и тряпки. В таких условиях тренировался известный на весь мир барьерист Сергей Шубенков. Пока однажды не сказали – снести нельзя оставить. Сергей Клевцов сначала обратился в краевое спортуправление, а после к заместителю губернатора. Ситуация с манежем, с ремонтом находится на контроле у губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко. Непосредственно занимается проблемой заместитель губернатора Виталий Владимирович Снесарь. Будет направлено ориентировочно 5 миллионов средств. Ну, этого, я думаю, вполне достаточно будет. Ну, после где-то стена валийная, сам разбор, дефектовка. То есть, после дефектовка потолка, дефектовка гипсократониста со стены, дефектовка резины с пола. Сейчас здесь идет черновая работа. Затем мастера должны будут установить подпорки для вот этих балок. После уже займутся проблемной стеной и потолком. Ремонт проведут за счет спонсорских средств. Проект разработала компания «Алтайский центр строительной технической экспертизы», подрядчик фирмы «РСОО Плюс». Средства удалось найти. Их выделит благотворитель. Но он просил не афишировать свое имя. Именно сюда Шуменков планирует вернуться сразу же после ремонта, чтобы продолжить подготовку, возможно, главным стартом всей жизни – Олимпийским играм. Время пошло. Финиш новый, 2019 год. Тогда обещают открыть уже отремонтированную базу для действующих и будущих чемпионов. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. Время для большого эксперимента. В октябре жители края смогут принять участие в электронной переписи населения. Ее цель – подготовка к всероссийской переписи, которая запланирована на 2020 год. На этот раз специалисты будут использовать разные способы сбора сведений, в том числе посредством интернета. В первый всероссийский этап, который продлится с 1 по 10 октября, любой желающий, зарегистрированный на портале Госуслуг, может выполнить переписную анкету самостоятельно. А с 16 по 27 октября в двери жители могут постучаться привычные переписчики. В их арсенале будут не только бумажные бланки, но и планшеты и смартфоны. Добавим, переписчики планируют обходить все квартиры и дома. Каждому респонденту зададут несколько десятков вопросов. О его поле, дате, месте рождения, состоянии в браке, образовании, обучении, гражданстве, владении языками, источниках, средств к существованию, занятости и миграции. Миру еще раз доказано, что русские девушки, ну особенно жительницы Алтайского края, самые красивые. Жительница Белокурихи стала победительницей международного конкурса красоты «Мисс Европа». Уже 7 лет Мария Дорохова живет в Китае, но представляла родную страну. Из 32 участниц она была единственной из России. На днях девушка проездом оказалась в Барнауле, и наша съемочная группа не могла упустить возможности встретиться с ней. Она призналась, что понемногу начала забывать русский язык. С китайским акцентом Мария Дорохова делится эмоциями от своего нового титула. Она стала «Мисс Европы», конкурс красоты проходил в арабском Ливане. Марию заметили представители российской модной индустрии и посоветовали ей участвовать в состязаниях. Было, конечно, немного волнительно, потому что множество участниц разных стран, все очень красивые, позитивные, яркие, общительные. Были интеллектуальные конкурсы, бикини. В ноябре этого года Мария Дорохова планирует участвовать еще в одном конкурсе красоты. Хотя девушка призналась, посвящать свою жизнь модельному бизнесу не намерена. Скоро она получит диплом магистранта политологии по международным отношениям. Кстати, учится в китайском вузе Мария бесплатно. Жалеет только, что с родителями видится очень редко, раз в год. Мы считали, что карьера – это ее университет, она один из лучших в Китае. Это ее хобби. Ее хобби, когда она занимается показами, она участвует в рекламе. Уже через неделю Мария вновь вернется к своей привычной бурной жизни. Лишь на время конкурса красоты китайские педагоги разрешили ей пропустить занятия. Мария говорит, дома, в родной Белокурихе, она наберется сил на целый год. Елена Кузовкина, Ирина Харитон, Алексей Фризин. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. 29 сентября в крае переменная облачность. Местами в северных районах возможен дождь. Ветер южный с переходом днем на юго-западные, местами порывистый. Температура воздуха в среднем в городах края от 18 до 21 градуса со знаком «плюс». В Барнауле переменная облачность без осадков. Воздух ночью прогреется от 6 до 8, днем до «плюс» 18. Это все новости к этому часу. Звоните к нам в редакцию 722-440. Хороших выходных дней вам и до встречи.